Здравствуйте. Начнем с анализа ситуации. То есть, допустим, знакомство с электронной внутренней. Для того, чтобы человеку получить информацию, какую-то структивированную, интересную, он, как правило, прибегает к нескольким ресурсам, ну, на сегодняшний день. Это обычный друг, либо это русскоязычная версия, это художественные литературы, потому что отсутствуют какие-то-нибудь научные издания, либо это журналы по электронной мере, где публикуется какая-то музыкальная критика, которая, на самом деле, на сегодняшний день даже отсутствует, так как музыкальная критика рассматривают только современных каких-то авторов, композиторов и так далее. и по сайтам, на которых можно получить информацию, но, как правило, они структивированы. Кстати, это один из, по-моему, таких структивированных и подходящих сайтов, вы видите. Вот. Исходя из анализа ситуации, можно увидеть программу 1, то есть это не трясется предоставляющего вам полноценную верношинскую структивированную информацию об электронной музыке, ну, то есть как в реальной жизни, так и в виртуальной. И затем трудности в ориентировании среди большого разнообразия самоэлектронной музыки. То есть, так как на сегодняшний день люди получают возможность создавать самостоятельную музыку, зачастую они кладут в интернет, мы получаем огромное количество контента, и затем мы слегка теряемся, что же нам слышно. То есть и по идее в данном периоде должны решать эти проблемы. То есть первое – это получение структивированной полноценной информации в области электронной музыки, то есть тогда же это, ну, то есть навигация непосредственно самоэлектронной музыки при помощи развития некоторой политики музыкальной. Решение. Вот вы видите музей электронной музыки и центр электронной музыки. То есть музей сам по себе он статичный, центр же он более динамичный, он отображается в временный этап. А это как раз этап создания музея. То есть мы сейчас говорили на самом деле более о реальном музее, но для того, чтобы создавать реальный музей, который вы видите под номером 3, необходимо пройти как минимум два этапа. Первый, ну, то есть начнем со второго – это создание виртуального музея и центра, то есть виртуальный музей, там где будет структивированная информация, о нем чуть-чуть дальше я вам расскажу, и центр, ну, и там будет отображаться, в принципе, деятельность центра электронной музыки. Ну, для того, чтобы это создание необходимо для начала собрать всю информацию. Вот, в принципе, я бы хотел предоставить этот проект. То есть вот этот вот сам виртуальный музей под номером 2, ну, в принципе, концерт. То есть вот генеалогическое древо электронной музыки, по которой, ну, тысяч человек может путешествовать и так далее, но это может изменяться. И, что ли, многомерная аризона, как символ современного, ну, то есть встретения жанров и так далее. Ну, в принципе, да. В данном проекте, когда я вам хочу предоставить, это Monsent World, как приотсорсинг на атомную платформу. То есть целью... существует две цели. Это переключение людских ресурсов и спонсоров для создания виртуального музея, Monsent, впоследствии реального музея и центра электронной музыки. И развитие института критики, аналитики в области электронной музыки. Данная цель будет решаться при помощи структуры. То есть в области реального информации она будет собираться и выкладываться как непосредственно участниками проекта, так и людьми привлечёнными. То есть у людей, у которых есть какой-то другой канал, то есть в области электронной музыки, как эта информация, они её выкладывают там согласно определённой каталогизации. То есть жанр будет местоположением согласно логинам. Зачем всё это будет связываться, и как только будет собрано достаточное количество информации, можно будет говорить о том, что он всё-таки будет представлен конечным потребителям в конечном потребителе, в правильный музей. Ну, то есть при этом, конечно, что это 1-2, то что вы видите. То есть так. Спасибо большое. Есть ли какие-то вопросы? Я хотел узнать, а почему музей или это как хранилище получается? Почему именно, ну, акцент, что это именно музей? Ну да, конечно. То есть как там вопрос, там будет становление музыки, то есть кто вот это будет всё делать, да, с точки зрения… Музей, в моём понимании, это такая сокровищница, что ли, ну, куда можно прийти и получить достаточно утвердительную информацию, то есть, ну, которая уже предполагает то, что доверие, что ли, у потребителя к этому есть. Ну… Музей, в моём понимании, по металлической работе, вот этот вопрос, как я понимаю, будет ровно правильно, что кто-то должен следить, то есть следить историю, там, какой-то гиппой. Ну да, вот этот вопрос, вот этот экспертный, в принципе, там есть… То есть, чтобы к артефактам добавилось ещё какое-нибудь экспертное знание, которое будет представлено по системе? Нет, принципиально. Ну, то есть, смотрите, сначала собирается вот эта платформа, затем, как только будет информация, тогда мы будем смотреть, ну, то есть, размещать согласно, ну, то есть, определенной территории, музыкальной критики и, да, всё это, ну, то есть, согласно, в принципе, музеям строительства. Вот так вот. Скажите, пожалуйста, а убедите вообще следствие в аудитории, чем занимаются эти люди, и способ монтизации, если есть какие-нибудь, но больше цивилизации? Способ для аудитории. Принципиально аудитория, на самом деле, это люди в возрасте 18-27-27 лет, то есть, которые уже имеют какой-то определенный опыт, которые уже интересуют аудиторию по музыке, и которые интересуют в получении дальнейшей информации, развитие себя в области, то есть, например, тоже музыкальной критики и ещё. Ну, буквально, там перед нами все. В принципе, я описывал уже целого рода тейлера, то есть, ну, составлял минимальный R2Z, который я сейчас в музее, где работает. Вот, а по поводу монетизации, всё достаточно просто. То есть, сначала делается данная платформа, затем будет проходить конкурс, музей, обменяющийся в МИЗах. В данном проекте будет подаваться на него, когда уже будет собрана, ну, вся необходимая информация, и вот, причем этого, будет создан, ну, то есть, непосредственно виртуальный музей, а дальше будет искаться в тот же году для поддержания центра и музея. Ну, в принципе, пока так. У меня вопрос. Артём, скажите, а какую, собственно, задачу гуманитарную, я думаю, ну, я примерно понимаю, но просто вот как для слушателей, наверное, и будет интересно, какую общественную гуманитарную миссию несёт ваш проект, вот, в плане, там, в частности, как он может быть полезен российскому обществу. Насколько он значим? Ну, опять же, и в данном случае, вот, я, как бы, я сам могу ответить на этот вопрос, но это интересно, как сказать. Ну, сколько он значим? Я вспоминал в начале, что ли, то есть, ну, просто на сегодняшний день не существует русскоязычных ресурсов для человека, чтобы получить интернет, существует. А, нет, просто поднялась. А, ну, ладно. Вот, и, извините, сейчас про эту дверь, и поэтому мы хотели предоставить такой ресурс, то есть, кто был заинтересованным людям. То есть, вот, к примеру, даже если целевая аудитория от 18 до 28, как я говорил, мы возьмём, к примеру, маленькую девочку, там, в возрасте 14 лет, и парень, там, в возрасте 15 лет. Они познакомились вместе, ну, то есть, познакомились, парень о чём-нибудь рассказал в конкретном стиле. Она заходит на этот интернет-ресурс и получает подробную информацию, плюс она видит вообще, что такое электронная музыка. Она может путешествовать по ней и рассматривать всё. То есть, рассматривать всё. Нет, это что-то. Социальное значение. Да, я хотела узнать, как это, наоборот, работает. У вас возможно ли, чтобы англоязычная аудитория узнавала что-то о русскоязычных движениях каком-то? Ну, то есть, тоже использовать вот это вот, ну, то, что некоторые люди хотят переводить русского на английский волонтёры, которые могли бы как-то это адаптировать. Да, я понимаю. Ну, вот это вот как раз подразумевается, но в первой метафе. То есть, уже когда будет создан джеркарный музей, сейчас там будет несколько языков, и он, ну, то есть, целью его будет как раз, передвлечение людей для, ну, как правило, русские ресурсы, типа спонсора, для того, чтобы создать реальный музей. А реальный музей, вот, одна небольшая неурязочка по поводу данного проекта, потому что реальный музей, он актуален в таких городах, как Берлина, Чистеглонда, ну, и так далее. То есть, которые являются центром насчитываленной электронной музыки. Насчёт резии я не уверен, ну, то есть, что получится. Ну, здесь можно сделать непосредственно рекламный центр, и музей. То есть, так это себя переедет. Понятно. Спасибо большое. Последний вопрос. Тут небольшая задача просто для меня возникла в голове. Вот смотрите, возьмём iTunes, да, допустим. Какая у них была цель? У них сделать качественную музыку. Ну, они, конечно, её продают, но она у них качественная, хорошая. И тут получается, что если банк, музыка, люди зачем музыку делают? Кто-то посмотрит, что, кто-то продаёт её. И если банк будет выкладывать музыку вот этих людей... ...